Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан после отгремевших в минувшие выходные выборы состоялось с некоторым опозданием, не как обычно в 12 часов, а в 3 часа дня, и потому, естественно, и наш выпуск несколько смещается во времени. Во вступительном слове Ради Фаритович горячо поздравил с 50-летием председателя Центра избиркома Республики Башкортостан Азата Агелемханова. Ради Фаритович отдельно отметил стойкость и верность закону юбиляра. На фоне тех смехотворных результатов перевыборов самого Хабирова, это поздравление, конечно, прозвучало как верх цинизма, но о результатах так называемых выборов и перевыборов Хабирова на второй срок мы поговорим, естественно, сегодня еще много и подробно. Первым же докладом оперативного совещания был, конечно же, отчет о предварительных результатах выбор, который делал тот самый юбиляр 50-летний Азат Булатович Галемханов. Азат Булатович поведал нам о том, что эксцессов и чрезвычайных происшествий во время выборов главы Республики Башкортостан в этом году не случилось. Явка составила, по мнению Центра избиркома, аж 72%. Ради Хабиров набрал ошеломительные 80,21% голосов. Иван Сухарев набрал 4,98%, Нагорный 4,26%, Шайнуров 6,95%, ну и никому неизвестный Тимирьянов из новых людей набрал 2,6%. Если сложить все эти цифры вместе, получается полные 99%. Куда делся еще один процент, пока непонятно, но, впрочем, господин Галемханов сообщил о том, что окончательные, полностью точные расчеты и подсчеты голосов будут известны на следующий день к утру. Собственно, уже никаких сомнений в том, что победа на этих выборах будет присуждена радио Хабирову, не существует. И, подытожив доклад председателя Центра избиркома Республики, Хабиров сказал, мы победили на этих выборах. Так, кратенько и простенько. Собственно, напрашивается сразу вопрос, кого же победил, дорогой Ради Фаритович, на этих выборах? Никому неизвестного юриста из Москвы Тимирьянова? Ну, или верного и покорного соратника Нагорного? Может быть, он победил молчавшего от страха набрать лишние голоса Шайнурова? Ну, в общем, совершенно непонятно. Тем не менее, Хабиров, подытоживая доклад председателя Центра избиркома, стал благодарить жителей за их, цитирую, терпение и великодушие. По мнению Хабирова, население Республики Башкортостан очень снисходительно относится к его ошибкам и промахам. Хабиров выразил надежду, что и впредь жители Республики с пониманием будут относиться к тем промахам и ошибкам, которые неизбежно в скором времени посыпятся на наши несчастные головы от этого самого Хабирова, как из рога изобилия. Но, тем не менее, вот такие вот надежды питает Хабиров. Надежды на то, что что бы он ни делал и как бы он ни делал, это все ему будет прощено, мы его поймем, простим и даже, может быть, обнимем. Хотя, конечно, это не точно. Так или иначе, Ради Хабиров пошел на второй срок, а открытая политика продолжает нести вам остатки правдивой объективной информации и аналитики. Немножко по спойлерю, в ближайшей неделе вас ждут некоторые сюрпризы и нововведения на нашем канале. Мы расширяем сетку своего вещания, так что не пропустите новые форматы, которые у нас будут. Ну и не забывайте, конечно, поддерживать материально наш канал. Вы можете подписаться на ежемесячное пожертвование на платформе Boosty. Приятным бонусом будет для вас то, что вы на этой платформе можете смотреть наше видео без подключения к YouTube в очень хорошем качестве, а также мы в скором времени будем публиковать на Boosty и премиальные ролики, которые будут доступны только подписчикам. Ну и если вы не хотите пользоваться Boosty, вы можете помогать нам через нашу сберкарту, которую вы видите на экране. На нее можно перевести любую посильную для вас сумму. И заранее вам за это большое спасибо. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал во всех социальных сетях, в Дзене, ВКонтакте, в Телеграме. Ставьте лайки, комментируйте. Нам очень важна обратная связь. И тем самым вы тоже будете помогать продвигать наш канал Открытая политика. Как известно из одной старинной книги, Христос ходил по воде, оживлял мертвых и много еще каких чудес насовершал. Однако Радифаритович, конечно же, не мессия, но при этом он тоже не чужд чудесам. При реальной поддержке населения в диапазоне 15-25% он сумел явить миру настоящее чудо. 80% голосов зафиксировал Центр Сберком за Радифаритовича. Полагаю, что Конгрегация Веры, это такое учреждение внутри Ватикана, которое занимается чудесами, а также соответствующее подразделение РПЦ, просто обязаны заинтересоваться этим проявлением сверхспособностей и чудесных возможностей дорогого Радифаритовича. И они, конечно же, наверное, должны выслать сюда своих представителей для подробного обследования новоявленного главы Республики Башкортостан и установления всех деталей содеянного. Хотя, с точки зрения атеистов, конечно, этим чудом должны заинтересоваться вовсе не представители Ватикана или РПЦ, а представители, например, Следственного комитета, прокуратуры, Федеральной службы безопасности и еще кого-нибудь, потому что, ну, такие чудеса, они, конечно, уже из ряда вон. Говоря серьезно, мы понимаем, что, как только региональные губернаторы, главы республик и областей, которые шли на выборы в этом году, на перевыборы в том числе, 21 регион провел выборы своих глав, и везде победили единороссы и те, кого выдвигал Кремль, так вот, как только эти люди поняли, что Кремль никак не станет модерировать ход и результаты региональных выборов, ну, хотя бы потому, что Кремль сейчас немножко не до этого, так они, как говорится, и развернулись по полной. Ради Фаритовича, безусловно, не исключение. Что мы имеем в итоге? На мой взгляд, явку избирателей завысили как минимум в полтора раза. В реальности она была в диапазоне 50-60%, но отчитались о 72%. А уж голосование Захабирова и вовсе натянули в моем представлении аж вдвое. С реальных 40% до 80% абсолютно нереальных. То есть, на самом деле, по моему мнению, Захабирова голосовали примерно 20% избирателей региона. На самом деле, и по-честному, Ради Фаритович мог бы обойтись и более скромной победой. Ну, например, такой же победой, которую одержал губернатор Петербурга Беглов. Он набрал чуть меньше 60%. Но нет же, неудержимое тщеславие и самовлюбленность сыграли с Хабировым, как обычно, злую шутку. И уверен, что уже скоро эти 80% ему припомнят в очень нелицеприятной форме. Эти 80% будут сопровождать его всю следующую пятилетку, если, конечно, ему суждено протянуть на посту главы Республики Башкортостан следующие пять лет. В чем я, кстати говоря, совершенно не уверен. Однако, основным вопросом для Хабирова и компании с момента переизбрания на второй срок, буквально, то есть с сегодняшнего дня, станет вопрос, как выйти сухими из воды. С каждым днем отсчета вот этого второго срока, будь он пять лет или меньше, срока вот этой Хабирова и, собственно, всей его компании, но в особенности, конечно, лично Ради Фаритовича, с каждым днем этот отсчет будет неумолимо уменьшать его ценность и значимость для Кремля. И у очень многих сил и ведомств станет нарастать соблазн принести в жертву и Хабирова его команду все усиливающемуся раздражению населения Башкортостана от нарастающей некомпетентности, от нарастающего непрофессионализма, который демонстрирует нам практически ежедневно Хабиров и его команда. То есть, чем дальше влез, как говорится, тем больше соблазн у силовиков и федералов принести в жертву уже поистратившегося губернатора, ну и показать, какая у нас добрая и справедливая власть в Российской Федерации. То есть, это, конечно, не может не понимать сам Хабиров и его команда, и они будут сейчас мучительно думать, как же им сухими из воды выйти. В минувшие выходные, в эти три дня голосования, многие отметили какой-то абсолютно неестественный наплыв фотографий в соцсетях, и в частности ВКонтакте. Фотографии были абсолютно однотипные, люди стоят либо у избирательной урны, опуская туда бюллетни, либо стоят у дверей избирательных участков. Этих фотографий были тысячи и тысячи. В чем, собственно, смысл был вот этих массовых публикаций во ВКонтакте, которые, естественно, публиковались только бюджетниками, которых, наверное, это все дело обязали сделать, ну иначе это объяснить нельзя, потому что все сделано было под копирку, абсолютно одинаковые фразы, там какое-то бормотание про конституционный долг и так далее, и так далее. Зачем это было сделано? Ну, я постараюсь ответить на этот вопрос и разобрать с точки зрения избирательной технологии. Ну, во-первых, тем самым создавался эффект массовости участия в выборах, чтобы не подвергали сомнению вот эту фантастическую явку в 72%. Во-вторых, естественно, здесь был создан эффект массовой поддержки существующей команды. Дескать, нас попросили, мы пришли. Ну, еще в сознании колеблющихся тех, кто безразлично относился к выборам, никого не поддерживал, на выборы идти не собирался, вот эта масса фотографий сеяла, конечно, ощущение того, что ничего невозможно сделать, от нас ничего не зависит, вон их как много. Ну, а также в сознании тех, кто сам фоткался со своими детишками и избирательными бюллетнями, сеялось некое ощущение соучастия, потому что вот это соучастие и причастность к тому, что происходит, если что, потом приведут к некому сопротивлению переменам. Ну, по крайней мере, так считают политтехнологи Хабирова. Попутной задачей вот этого всего шквала фотографий было, конечно же, отчитаться в Кремль, посмотреть и, дескать, как мы можем мобилизовать, сплотить и организовать массы бюджетников. Но это не очень эффективно, потому что на самом деле в Кремле, конечно, прекрасно понимают суть происходящего в Республике Башкортостан и, соответственно, как бы особенно на эту удочку не клюнут. Ну, и остается отметить, что, конечно, внешний вид тех, кто фотографировался у этих избирательных урн, оставляет желать лучшего, потому что на многих фотографиях бюджетники фотографировались около избирательных урн, как будто бы опускали туда не бюллетни, а какие-то долговые расписки. Выглядело, конечно, все это очень и очень жалко. Впрочем, возвращаясь к оперативному совещанию, я скажу честно, обсуждать само оперативное совещание, которое случилось 9 сентября, нет никакого абсолютно смысла. Основным вопросом, конечно же, стали так называемые итоги так называемых выборов. И это главное для Хабирова сейчас делать серьезное лицо, делать вид, что произошло все то, что должно было произойти, что все идет по тому самому пресловутому плану, и, дескать, так оно все и должно быть. На оперативке, конечно, заслушали еще какое-то количество дежурных докладов, но я точно не стану отягощать вас изложением бреда Амины Шафиковой о процветании башкирского кинематографа, или пересказывать очередные обещания Артема Ковшова, который уже к 2030 году обещал снова расселить все аварийное жилье в Башкортостане. Ну, собственно, вот об этом в основном и говорили дальше на оперативном совещании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова